Актуальное интервью Первый тур был представлен в 5 или 6 городов И во втором туре уже представлял наш округ 10 городов В том числе основной наш конкурент это город Новый Уренгорь Борьба конечно была Новый Уренгорь у нас всегда, как я уже сказал, конкурент В ноль часов по Москве мы уже узнали, что победителем являюсь я, который представлял город Ноябрьск Для вас это была неожиданная новость или ждали победы? Нет, ну как и стало, конечно была неожиданность Ну а так работа после этого у меня не изменилась, как работал, так и работаю Можно сказать, рабочий день у меня не поменялся, все в том же режиме А опыт участия в таких подобных мероприятиях у вас первый? В 2013 году у нас было что-то подобное, но это мы по городу было участие, там я никакого места не занял Ну и как бы так серьезно не было, конечно, что просто был конкурс И сейчас он по округу Третий тур у нас будет с 1 ноября до 0 часов Москвы 10 ноября Это уже будет по России, я буду представлять им Молниенецкий округ Ну к этому мы перейдем, а вот по поводу интернет-голосования окружного последнего этапа Сколько голосов за вас было удано? Было тысяча три голоса, это жители города Ноябрьска, это заслуга их Вот они голосовали по онлайну, через соцсети, одноклассники, ВКонтакте и Фейсбук А отрыв у вас большой был? Отрыв порядок 250 голосов с Ореговым Что вам помогло стать лидером? Ну я думаю, наверное, признание граждан Как говорят, людей судят по добрым делам В полицию я пришел служить, ну в милицию, когда еще в далеких 90-х годах Честно скажу, что не за какой-то зарплаты или получать звездочки Это все, конечно, условности, как у нас прописано Служа закону, служу народу То есть мы служим, мы слуги народа Так вот, поэтому все вот эти голоса, это голосовали простые граждане города Ноябрьска Ну, наверное, кому я делал, там, добро или как-то помогал Кто меня знает А вот давайте немножко подробнее о вашей профессии Вот как вы в нее пришли, вы говорите, давно Ну, вообще Может, династия какая-то, по стопам чем-то пошли Вообще, значит, в 93-м году, когда я ушел с армии Я пришел в службу милиции То есть начинал я службу с простого постового милиционера, как сейчас, полиции Вот, прошел, можно сказать, там много ступенек У меня была и патрульно-постовая служба И изолятор временного содержания Значит, инспекция по делам несовершеннолетних Ну и государственная инспекция безопасности дорожного движения То есть, как бы, все вот эти вот службы, которые непосредственно сейчас в службе участковых Я взаимодействую со всеми службами У меня, как бы, я знаю их не понаслышке И поэтому вот общение с людьми, оно, конечно, складывается проще Так как знаешь, где что посоветовать Ну, конечно, я не говорю, что я все знаю Мы вот юристы, это не тот, который все знает А тот, который знает, где найти И куда направить И, конечно, я консультируюсь тоже по любому там вопросу Которому я и звоню и своим старшим товарищам И своим бывшим учителям То есть первому старшему своему участковому Который уже сейчас на пенсии находится Поэтому все это, как бы, в комплексе все Ну, это не только один мой труд, вот, оценивается Это то, с кем я работаю Это наш коллектив в городе Ноябрьский Отдел участковых, отдел внутренних дел наш Когда я отработал около семи лет А я хотел стать сразу участковым Мне сказали, что нужно профильное образование Так как моего военного училища его не позволяло В общем, мне сказали, что нужно профильное, желательно Но я там где-то решил, что вот Когда-нибудь, может, я поступлю в высшую школу милиции Когда я поступил Так получилось, что я попал на факультет Участкового полномочия и оперуполномочия То есть непосредственно Была тогда еще мысль, а на третьем курсе, значит Когда я уже учился, у нас уже практика была Предложили, не хотите попробовать службу участковых Я попробовал, и я здесь остался, скажем так В общем, понял, что это реально мое Вот так и попал я в эту службу И вот уже практически около 15 лет Вот в апреле месяце уже было 15 лет, как я работаю В городе Ноябрьской службы участковых А на север приезжали ненадолго? Или уже знали? На север меня привезли ребенком вообще И так как в 93-м году мест не было здесь Я устроился на земле, то есть в Свердловской области Там, где, ну, городишко поменьше Там у нас отдел был 80 человек А сюда я перевелся в 94-м Здесь 800 человек, представляете, разница какая Там устроился я на год, меня оттуда отпускать не хотели А вот сейчас на участке работаю чем проще Тем, что я вырос на этом участке Меня многие, даже бабушки там знают, что я еще В маленькую школу ходил Поэтому вот, можно сказать Где учился, там и работаю А первый рабочий день свой в качестве участкового? В качестве участкового, конечно, помню Это был апрель месяц 2002 года Значит, меня перевели из службы ГАИ В службу участковых, значит, сказали, что у меня будет старший участковый Ахмед Шенарат Игорь Фарыч Я помню, я так готовился, вот я же там практика Все вот там, значит, себе что-то отксерил, что-то там сделал Что-то, какие-то пометки сделал Прихожу в участковый пункт полиции, никого нет И записка Если вы пшеничный, то ждем вас на таком-то участке Значит, у нас мордобой Честно говоря, я приехал на улицу Северную Сейчас, конечно, не буду адресатом говорить Я все прекрасно помню, свой первый вызов И, значит, уже тогда включился в работу Вопрос, значит, свидетелей Правонарушителей И так у меня начался рабочий день Вроде как только начал Смотрю, уже вечер Ну, я вроде как пишу, увлекся Значит, мой старший говорит Так, что ты домой-то не собираешься? Давай Ну и так, а сейчас уже оглядываюсь Уже 15 лет прошло И как-то вот там началось одним днем Можно сказать, погрузился в эту работу И она меня не отпускает Но она вообще легкая, эта профессия участковая? Это, понимаете, как она объяснить Профессия, конечно, она нелегкая Одна из тяжелейших профессий И она не только заключается в том Что нужно сидеть в кабинете И будут тебе ходить граждане И будешь ты все раскрывать и решать Работает многогранно Она в взаимодействии, можно сказать Со всеми слоями населения И во многих структурах жизни человека Начиная от рождения Я даже не боюсь этого слова И заканчивая Нужно быть окончанием Везде присутствует участковый Что касается контроля за постановкой людей На приобретение оружия Значит, то для того, что человек даже умирает Без участкового Никто не может даже принять решение какое-то То есть всегда присутствует участковый полномоченный Тут вот недавно, когда собирал свою родословную И заглянул Была такая возможность заглянуть в архив И, кстати, узнал, что дед мой работал Именно участковым Как раньше их называли Я, представляете, только сейчас это узнал Конечно, его уже в живых нет Он с участка ушел сразу на фронт И там, в общем, был герой И для меня, конечно, это приятно Что практически это династия Я всегда думал Откуда сам во мне вот это Ну, наверное, оттуда Не хочу хвалиться Но служить мне Народу нравится А обычно к вам приходят с хорошими новостями? Наверное, в большинстве с проблемами Но с хорошими новостями приходят? С хорошими, мало с хорошими В основном с проблемами Поэтому я как бы привык На участке ко всему Вот В основном люди приходят с проблемами Которые нужно решить безотлагательно Где-то нужно Конечно, бывает Где просто нужно выслушать Здесь, конечно, проще А где-то нужно какие-то меры принять Есть и сложности в работе И их много И так считаю, что, как говорят В комиенте там сидеть Нужно Как мне говорил мой учитель Когда работал в службе участковых Ну и преподавателя, когда учился Что Хорош тот участковый Который ходит по участку Что своими ножками Понимаете Вот ходит там, там, там Везде все знает Везде все записывает И только потом эти плоды Они растут И три минимум года нужно отработать Чтобы участок начал На тебя работать и узнавать Психология участка Чтобы вас запомнили Ну и запомнили И как бы И чтоб ты все помнил У меня опыт работы в том Что я работал на одном участке И перешел в другой И психология участков Вот Мне не дадут соврать Мои коллеги Разная То есть Слои населения в разных участках Даже города Разные Вот И нужно как-то подходить к этому А как делали? Прям проходили по квартирам Знакомились? Вообще у нас Значит Квартирный обход Практически проходит каждый день Где-то что-то совершается И вообще Профилактика Она заключается каждый день Это непосредственно Наша задача Профилактика Значит На Веренном участке Административном Поэтому Конечно Сразу все не пройдешь С годами Это все Проходится Полностью Ну люди меня В общем Скажем так Знают Те, которым я Помогал А за какой участок Отвечаетесь сейчас Я отвечаю За 25-й административный участок Ну это у нас номера Опять же Которые присваиваются Ну это улица Микрорайон У меня Два южных микрорайона Моих Значит Южный микрорайон Один, два Это вот Дзержинского Ленина Часть Советской Проспект Мира Это вот Как считалось Раньше считалось Это как спальный район Ну вот получается Сейчас его спальнями назовешь Везде живут Много людей Спокойный район Ну Учитывая Что я работал на другом участке Он конечно поспокойнее Но у него Как бы Психология немного другая У нас Две школы У нас значит Три панели на промышленной зоне Ну Нормально Работать можно Скажем так А люди на контакт идут? Люди на контакт Вот как вам относятся Как участковым? Ну Всякие люди бывают Я не говорю что Вот как бы Со всеми Вот Я стараюсь ладить С каждым Каждого стараюсь выслушать Потому что Надо уметь Насколько Вот я уже Практически сейчас Начинаю понимать Уметь слушать Выслушать Чтобы человек Мог высказать все А уже потом Какие-то свои советы давать Если они нужны Человеку советы Может он просто Придет выговориться Ну как Шаговое общение С населением Ну конечно Вот мне приятно Это не то что Вот там Да вот голосуют Да А когда человек Вот говорит Что спасибо За то что вы Есть Потому что без вас Никак Вот для меня Это самая лучшая Награда Граждан Которые говорят Которые говорят Спасибо Так вот считаю Ну и наверное Спокойствие На участке Ну спокойствие Конечно мы за него Отвечаем За правопорядок Мы солдаты Правопорядка Вся полиция В том числе И участковые А сколько кстати Всего участковых В Ноябрьске Участковых в городе Ноябрьске 30 человек 30 человек Это все под вашим Скажем так Нет у меня Моих два участковых На нашем административных У нас три административных Участковых Полиция номер 8 Находится В здании Пит колледжа Кто знает конечно Вот и у нас Значит два участковых У меня есть С которым мы работаем На нашей зоне Можем сказать На двух южных Микрорайонах А в Ноябрьске Есть участковые женщины Значит у нас Было две женщины Одна Обе перевели Сейчас у нас Перевелась еще одна Девушка Со Свердловской области Только приступила К обязанностям Значит до этого Работал ее супруг Они вместе Учились В Екатеринбургском Университете МВД Вот И сейчас она Приступила к обязанностям Кстати Приступила к обязанностям На тот участок Где я отработал Семь лет Конечно мы всегда Будем помогать Потому что Наш хлеб Он очень тяжелый И Вникать на него Нужно Каждый день Ну если вот так Конкретизировать Вот что входит В обязанности участкового Во-первых Нужно знать Оперативную обстановку Значит своего участка То чем занимается То есть в основном Конечно Люди Которые состоят На профилактических учетах Мы отвечаем За защиту Личностью Общества Занимаемся профилактикой Преступлений Правонарушений Не допускаем Охраняем покой Граждан То есть как бы Ну я не боюсь Сказать это слово Мы как вот например Маленькие начальные полиции На своем участке То есть Потому что люди В первую очередь Приходят к нам А уже потом В дежурную часть Как бы Направляем Ну часто так бывает Ну вот знаете Вот если вот Бывает когда Ночное дежурство Вот Телефон Не поверите Звонит Всю ночь Вот поднимаешь И у людей Проблемы постоянно Одни и те же Поэтому А для примера Какие проблемы У людей по ночам По ночам Шумят соседи Ну по ночам Шумят соседи Конечно Да С какими ситуациями За вашу практику Вам приходилось Сталкиваться Ситуации были И там Ну разные И какие-то И смешные И какие-то Сложные ситуации Например Я считаю Что вот Сложнее всего Лично Мне вот В теперешнем Уже в теперешнем То что Пройденном сроке Службы Общаться С лицами Психически больными Они же у нас Тоже живут Их же тоже Как бы Их тоже надо уметь Слушать Как-то Где-то как-то Подстраиваться Под них Где-то конечно Это может быть Смешно появится Но они люди И У них тоже есть Свои проблемы И поэтому Конечно Вот эту психологию Я часто общаюсь Значит С нашими Психиатрами С наркологами Мы Помогаем людям Потому что Как бы Ну если ко мне Граждане обращаются Я же не могу сказать Вы знаете Это не мое Идите к другому Вы идите туда В МОСПНД Вы там решайте Потому что Я занимаюсь только Вот преступлениями И там нет Мы занимаемся Именно Покоем граждан Чтобы Кто-то их там Не беспокоил Если кому-то Нужно действительно Лечение То оно действительно Нужно Вот И поэтому Вот у меня Вот это На сегодняшний день Самое сложное Понять там Проблему Граждан И как-то Убедить его В том Что действительно Человеку Нужно Лечение Вот Ну Конечно Еще Не всегда Бывает все Гладко Но вот там Только вот Как-то там По фильмам Там На самом деле Вот обыденный День Труд Участкова Ежедневный Это Все конечно Многогранно Не описать Просто вот так сказать Что наша работа Она Очень комфортна Там во всем Нет Не думаешь Честно говоря Ни о зарплате Ни о звездах Думаешь о том Действительно Как нужно помогать Гражданам Как им помочь Так Чтобы Не было им Скажем так Как-то беспокойно Чтобы вот Чтобы жизнь Их была Спокойной Ну а для примера Ситуации Вот первый рабочий день У вас был связан С дракой Скажем так Ну Какие-то может быть Комичные Комичные Закончились хорошо Не все же заканчивается плохо Был такой случай Значит Несколько лет назад Задержался я Задержался Ночью я работаю Приходит мужчина Достаточно выпивший И у меня дверь открыта была Участковом пункте полиции Заходит практически босиком Зимой Выпивший У меня украли телевизор Помогите Конечно Ну смех смехом Быстро Подняли Следственную оперативную группу Нашли там По горячим следам Ну вот и такое бывает Бывает что действительно Пустяковый вызов Там На который можно было Вообще не реагировать Там Как не реагировать Когда Сейчас если не отреагировать Ну потом же человек Все равно к тебе обратится А может не обратиться Это самое Я считаю Плохое В целом То у человека У гражданина Сложится впечатление Что действительно А вот полиция мне не помогла И смысла нету Да И нет смысла Вот это самое Такое вот Не должно такого быть А чем история закончилась Нашелся телевизор Телевизор Да конечно Нашли мы все это Тур сколько лет прошло Были у меня такие случаи Что И с моим Можно сказать Старшим участковым Который был Не знаю Наверное натуральным Шарлоком Холсом Мы с лупой с ним ходили С лупой ходили по следам Искали Значит Вот ушли кроссовки С общежития Да вот искали Вот там Он так говорит Что ты иди туда Вот там след пошел А я иду сюда Понимаете Заходим в общежитие И вот они кроссовки стоят Представляете Вот комические случаи Я думал что это только в книжках А на самом деле нет Надо быть внимательнее во всем И Где что там Как лежит Где Что-то там Понимаете Все надо записывать Все конечно не запомнишь Ну вот за такими Гражданами нужно Действительно смотреть Ну вот насколько мне известно Вот и вы сами говорили Что вы ведете Профилактическую работу То есть не просто Когда к вам обращаются Но и что-то предотвращаете Как это все происходит Понимаете Что бывает Что ситуации Они ведь Подавляющее большинство Они не похожи Друг на друга Нельзя анализировать Так что вот здесь Ну хотя есть конечно Но очень много Как я вот Раньше не думал Что так может быть Когда стал работать Что Ну и советуюсь Значит Со старшими Смотрите Вообще ситуация не похожа Ко мне говорят А ты что думал Что они будут похожи Все ситуации разные Например Вот кража имущества Например Да Где-то что-то украли Вот я вот как бы Приоткрою немного Занавес Такой-то такой-то человек Там Вот его видели По какой-то там Ориентировке И вплоть до того Что отрабатываешь Несколько адресов Смотришь там Значит То на чем ездил И порой Когда начинаешь Там вот Думаешь Ну получится Не получится Посмотрим Что будет дальше К вечеру Когда уже там Работаешь Следственной оперативной группе И когда там уже Через пятый Шестой Или седьмого Восьмого Там человека Начинаешь только Докапываться Вот тогда уже Ты уже забываешь о том Что у тебя ужин там Или надо раньше Позже прийти Там что-то голова вроде болит Ну может быть поспать Тогда забываешь все И у тебя просто включается Что действительно Долг надо И все И вот В чем соль В чем интерес Своей работы Я конечно Не сразу к этому пришел Потому что Первые три-четыре месяца Честно скажу Я во-первых Пришел С другой службы Я вообще Даже не знал О чем вообще В чем заключается Служба участкового Конечно Я так приказы Подчитал Знал А вот что Понял Позже И настолько конечно Раньше это все Не освещалось Как освещается сейчас В те далекие годы Ну я скажем так Долго Оттесывался Скажем Вот Чтобы стать Например Старшим участковым А вот сейчас Будет проходить Следующий уже Всероссийский этап Народного голосования Третий этап Когда он начнется Где за вас можно голосовать Как вас можно поддержать Значит Начнется Он точно так же Ну имеется ввиду Тоже на официальном сайте Там Насколько нам пока Ссылку не скинули Там у нас было На официальном сайте ООН ВД ИНАО А сейчас наверное Будет на официальном сайте ООН ВД России Насколько я так думаю Будет он с 1 ноября До 10 До 0 часов Москвы 10 ноября Будет подсчет голосов То есть 2 часа До этого времени Граждане могут проголосовать С 3 сайтов Ну по крайней мере В первом и втором туре Было это С одноклассников Кто зарегистрирован Вконтакте И фейсбук Кто нибудь Оттуда может проголосовать Не обязательно С города Ну то есть Округ Вообще Все кто знают Могут Оставить свой голос Я первый раз участвую Именно в таком Вообще не думал Что до него дойду Я думаю Что там будет Наверное 85 фотографий Раз у нас округов 85 Ну и в том числе Наверное Ну и моя Что я округ буду представлять Граждане Могут сделать свой выбор Проголосовать Народного участкового Своего наверное Владимир Валерьевич Спасибо вам большое Что нашли время Посетили нашу студию Желаем вам удачи И мы верим в вашу победу Спасибо А я напомню Что сегодня В гостях был майор полиции Старший участковый Владимир Пшеничный До свидания